Ребят, привет! 31 августа, 9 вечера. У нас тут, смотрите, бетономешалка с левой стороны приехала. И вот в чан она отливает бетон, подает ее крановщик. Вот, а с левой стороны стоит, видите, стрела. С левой стороны, и с правой стороны они наливают на пол стяжку. Тоже, там подъезжает другая бетономешалка, и с помощью вот этого манипулятора там подается бетон по рукаву. А здесь подают с помощью вот этой миски на стены. Здесь, смотрите, они тут лечные маши сделали. Сделали металлическую сетку, чтобы люди не выпили. Вот сейчас вот он открывает затвор и будет лить, видите, работник. И он будет лить сейчас в эту опаловку съемную. То есть работа кипит. И вот внизу стоит бетономешалка. То есть она открывает там бункер и сюда наливает. Вот он в миску, вот он в миску поднимает этот крановщик. И тут принимает уже арматурщик, и он ее бетонирует, короче, свою арматуру. Вот с той стороны, смотрите, они уже на наружную стену, которую туда смотрят, они уже по этой длине уже заармировали. И сюда переставили эту опаловку. И вот заливают. У них всегда так, в ночь у них идут, днем они вяжут арматуру, вечером они до поздней ночи, вот то, что они уже поставили опаловку, они будут заливать ее. Тут у них смонтирована металлическая была сетка. Вот они ее льют. То есть вот, я не знаю, час назад у них была одна четвертина налитая, которая вот с левой стороны. Сейчас они уже в дальнюю сторону льют. Пола. Вот тут, смотрите, тут у них мужик стоит, этот работяга, он делает лестничный марш. В каске, которая справа. Так, смотрим сюда, ребята, у столба у нашего, где был тополь. Уже слабые воспоминания, что тут вообще было. Смотрите, они подлили еще разок, то есть они уложили сетку, сварили ее, и уже вот начало, около забора их, они еще разок заармировали, ну, вылили бетон. То есть была пролита стяжка, сетка, и опять они залили, то есть они проармировали как бы бетонную плиту, получается. Здесь лежит просто вот с уступом. Вот, и следующий уже идет углом. Тут пока еще только вот нижний бетон, и сверху лежит сетка. Но сетка не перевязана, вот, за угол она не идет налево. Смотрим сюда. Вот эти валии идет с клюкой вдоль наших раскопанных этих тротуаров. Вот, ну, они сегодня, видите, добили, что тротуар они доделали. Вот тут они изгиб делали. И они, помните, вот где машин стоят? Так, где машинку я поймала? Черт, нет. Я немного дальше. Вот здесь изгиб около первого подъезда. И они сделали его. Они его прошлись. Лили, они асфальт сегодня у четвертого дома. Вот у этого, в высоком. Уже и широкую дорогу они там сделали, и тротуары. И как дом обрывается, сразу и асфальт обрывается. Вот. Страшка льется. Здесь, немножко дает вот этот вот максель. Там двери у них открыты, кто-то отдыхает. Вот вот такая ситуация. Вот, пишите комментарии, ставьте лайки. Всех обнимаю. Удачного вечера. Пока. Так, ребята, всех приветствую. Сегодня воскресенье. Время 9. Я иду в нашу поликлинику на 9.12. Записалась к доктору. Он мне открыл к себе записи до 15 октября. Лискин доктор. Врач общей практики. Вот такой вот. Мои анализы пришли на дезбактериоз. У меня проблема. У меня инфекция. В общем, я все в тетрадке себе записала. Мне даже на чувствительности к дом 2 антибиотика нормально меня возьмут. В общем, 10-12 тысяч они будут стоить на курсе. 4 дозы, 1300. Вот сейчас иду у него уточнить, и с вами свяжусь. Пока. 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 Так, ребята, я сейчас дегла гладела. Я переписалась к доктору, который уйдет в Лизу, и он мне выписал другой антибиотик. Он сперва начал и тот альфа, второе слово не скажу, как. Вот, а он мне не подходит. Я на его фоне уже делала анализы. И, короче, дезбактериоз. Он мне выписал второй. Вот, и штамп я сейчас поставила, что он разрешает прикрепиться, как участковый. Я молодец. Так, ребят, привет. Я с поликлиники вышла. У нас сейчас рубят деревья. Сейчас вам покажу. Вон. Этот дом будут сносить. Уже, видите, они... Ну, сейчас, я не знаю, ну, видите, подали вышку. Так, ребят, привет. У нас тут рубят деревья. Мы с вами сейчас идем в аптеку. Так, мне надо сообразить на уровне какой-то мамы английской школы. Так, тут помойки приехали выгружать. Так, я сейчас, значит, смотрите, была у врача по поводу себя. Сделала массу дел. Вот, посмотрела расценки, там, что мне выписал доктор. Он мне начал писать, значит, антибиотик кишечный. Потому что антибиотики выдаются по рецептам. Я ему говорю, так я этот альфа, второе слово не скажу, уже пропила. Он говорит, ты чего? Я говорю, он мне не помог. Вот, он говорит, ну, тогда другой препарат. Вот за, ну, 42 рубля, я посмотрела, он стоит. 7 дней по 1,3 раз в день. Вот. А тут полтора, полторы тысячи стоил. Вот. Он говорит, это что, у вас на фоне того препарата? Я говорю, да. Анализ, говорю, вот через месяц я сдавала, как пропила тот антибиотик. Потому что я тоже почитала по тем показаниям, мне надо было тот вроде как. Но он мне, получается, он мне ничего не сделал. Он говорит, ну, вот давай второй препарат. Вот. Так что, буду, ну, и прописал мне всякие, у меня, по-моему, лакта, что ли, не хватает. У Лизы тоже лакта. Недостаточность. Вот. Короче, сперва где-то вот антибиотик пропьешь, потому что потом будешь уже пить лактобактерия. Сейчас тут надо сообразить, как мне идти. Ладно, как-нибудь придем. Мне надо сейчас пройти вот этот район вовнутрь. Вот, как бы, да, как бы вот новый дом туда... Ой, сейчас. Вот, как бы, на него, вот, на те дома, в новое. Как бы, на уровне, с каким светофором-то. Может быть, я и правильно иду. Сейчас посмотрим с вами. Короче, значит, лиски сразу надо будет, вот эти лактобактерии, принимать. Вот. А мне сперва антибиотик 7 дней. И потом тоже. У меня тоже недостаток этого же лакта. Вот. Потом, говорит, явишься. Я говорю, я гулкашля. Постояние покоя. Уже недели две. У меня, значит, мне сделали сейчас кардиограмму эхо и написали обе. Одно написало, в общем, метральный клапан у меня там гипертрофия или уже лодочка. И метральный клапан, что-то там проблемы какие-то. Вот. И что-то легочная гипертензия у меня. Вот. Я говорю, я кашляю в состоянии покоя, без нагрузки. Вот. Ну, короче, и мне надо было флюорографию делать. В сентябре он говорит, мне флюорография сделайте тогда рентген. Сделаю, что не сделайте. Вот. Вот сегодня 1 сентября флаги повесили в домах. Вот. Записалась я на пятницу. На рентгенограмму. Так что все хорошо. Вот. Ладно, ребят, иду в аптеку. Сейчас возьму препараты. А вам всем удачи. Так, ребят, я в торговом центре. Зашла в аптеку. Я выбирала то, что вот французский препарат мне этот врач выписал. А мне это фармацевт дала. Сказал, ничем мне не хуже. А то даже, в общем, я взяла на 2 недели, на двоих. На 1300. Он говорит, даже более эффективный. и себе взяла сейчас антибиотик. Так что все нормально. Но молодцы. ябки сами открываются. Вот. Так что пойду рентген я сделать. Сказал он мне ноги мерить. Я говорю, у меня одна нога, у меня отеки головы вроде спали, а одна нога больше другой. Он мне говорит, меряйте в одинаковых местах, на правой и левой ноге. Вот. Я говорю, да, хорошо. Дал мне задание. Говорит, потом приходите. Я говорю, обязательно. Вот. В пятницу сдам рентген в грудной клетке. Попью пока вот эти от живота. и потом к нему явлюсь. Все нормально. Я говорю, я лезу записала на следующий воскресенье. Я говорю, отменять? Он говорит, нет. Может, какие вопросы будут? Приходите. Такое отлично просто. Врач. Вот. Ладно, порешаем. Все в наших руках, ребята. Так, сейчас Сергей мне написал, который 6 сантиметров толщина на одной стене я найвал, что пол залили. Он сейчас заказал. На пятые приедут, что я там заказывала. Ну, я там ему клей заказывала. Вот. Ну, хорошо, выйду и буду работать. Что там, надо зашкурить, помазать ему трубы отопления и поклеить обои. Потолок будет натяжной, пол потом, наверное, после меня ему настелят. Значит, он стежку за эту неделю ему налили. Ну, и отлично. Так, сейчас стоим с вами, ждем автобуса. Встанем к теньке от столба. И крылья тут очень такой современной. Сейчас вам покажу. Это на... У нас раньше вот там была полдавочная база. Сейчас они вот так расстроили все. вот такие высоточки. Класс. Отлично. И все равно что-то там еще строят, ребята. Ближе уже к кожорке. Вот это бусиного там белое, да, оно уже. Видно. Здорово. Отлично. Вот. Я в тенек. Все, ребятки, пишите комментарии, ставьте. Так, ребятки, я приехала к своему дому. Ехать тут было три остановочки. Тут, значит, смотрите, бордюры, песок у них, щиты. Там, значит, что, они вот там стоят. Смотрите, ребята, вот беременная. С папиросой курит. Тут ни разу не курила, понимаете как. Такую девку родила в гипоксии плода. Ничего не бояться. Пироса просто необходима, когда ты беременна. Без нее никак. Девять месяцев потерпеть нельзя. Суки. Парни попускают, говорят, иди я туда. Везет. Так, тут что, видите, они мелкую этот асфальт положили засыпочку. Так, там мне грунт мы привезли. грунт перемещаем. Здесь тоже привезли нам грунт. Так, тут бордюры. Первый подъезд разворотили. Ну, они сейчас, видите, там накинулись. здесь до ночи вчера я вам сняла. Заливали они опалубку. Так, марш лестничный. Тут же закрывают его арматурой. там тоже они уже, смотрите. Лечный марш гонят с правой стороны. Подходят к моему подъезду. Смотрим здесь кучи. В общем, работа кипит. Так, все, ребятки. Всем удачного дня. Смотрим здесь. .